У нас есть правило, что мы берем в программу только тех ребят, кому это действительно интересно и важно. На самом деле обычно, когда родители привозят к нам подростков, мало кто на входе понимает, что для них важно выбрать профессию, научиться делать осознанный выбор. Как правило, это идея родителя, а не подростка. Но за небольшой период времени общения с подростком нам удается действительно заразить его идеей того, что вообще-то самостоятельно выбирать это очень круто, что твоя жизнь по-настоящему в твоих руках, что ты за нее отвечаешь. И обычно после тренинга они уже уходят с этой идеей, и дальше у них появляется свой собственный запрос на то, чтобы найти себя. У нас есть топовые профилентации всегда один, скажите, кем будет ребенок со стороны родителей. У ребенка скажите, как сделать так, чтобы от меня отстали, чтобы я... Ну это не то, что он проговаривает, конечно, при родителе, но по факту у ребенка есть запрос. Я, конечно, хочу понять, но я не хочу, чтобы это было под давлением. Вот это два запроса, которые самые ярко проявленные, но при этом многие говорят про то, что хочу, чтобы ребенок был более ответственным, чтобы он понимал, как выбирать, чтобы он сам начинал выбирать, хоть какие-то принимать решения самостоятельно. При этом многие родители говорят о том, что есть собственный челлендж. То есть я, конечно, хочу, чтобы он начал принимать решения и нести ответственность, но я не знаю, как передавать эту ответственность. Потому что, а вдруг он ошибется, а вдруг он сделает что-то не так. И я понимаю головой, что он уже взрослеет, ему надо ошибаться. Но это же мой ребенок, я не понимаю. Вот эту грань мы помогаем родителям увидеть на базе пяти недель, потому что максимально безопасный контекст. То есть ничего сверхъестественного за эти пять недель не произойдет, но я увижу, как родители где-то границы, где я готов ребенку уже сейчас передавать ответственность, а где нет. Вот если говорить про запрос, он не ярко проявлен, но это то, что мы видим как результат в конце. И сначала мы наткнулись на другую программу, но, скажем так, что я ее отмела. Что-то не пошло. Ну, там учатся скорее не анализировать себя и делать выбор, и составлять список пунктов, писать, что нужно сделать для того, чтобы сделать правильный выбор. А просто взять какие-то хобби, которые нравятся, и просто развить эту профессию. А здесь учили именно выбирать и анализировать. Поэтому предпочтение, конечно, дало смарт-курсу. Всю жизнь думала о том, кем я хочу быть, и этот выбор всегда актуален, даже сейчас. Вот, но в тот момент, то есть я была в это время в 10 классе, и мне надо было, мне уже надо обжидеться с экзаменами. Вот, и это было очень актуально. Она просто сказала, что, типа, надо идти, а я сказал, что не хочу. Потом прошли месяцы, месяца, и я сам пошел. Ну, как бы, такой, надо идти, мама, пойдем, мы программы. Почему ты передумал? Да, потому что стало интересно, что это такое. Все говорили, ну, мама сказала, что там хорошие отзывы у нас на сайте. Да просто было как-то, в тот момент мне хотелось как-то изменить немножко свою жизнь. Я подумал, почему бы не сходить к вам, познакомлюсь с людьми на модификации законцов. Что-то явно извлеку. Ну, это однозначно то, что я не умела делать выбор какой-то, не могла сконцентрировать свое внимание на каких-то важных деталях, или же просто на том, что мне действительно нужно. Я всячески отвлекалась, и из-за этого как раз возникали проблемы с выбором. Вот, поэтому, когда я входила, буквально входила в смарт-курс, я понимала, что, точнее, я была очень уверена в том, будет ли это продуктивно. То есть, действительно, это то, что мне нужно. Ну, как всегда, выбор. Нужно мне это или нет. Но, когда закончился этот вот период в жизни, я поняла, что действительно выбор был правильным. Потому что даже сейчас нам дали определенные такие буклеты, которые даже сейчас, если заглядывать, если я сейчас не заглядываю, то это действительно очень сильно помогает. И не только выборой профессии, но и вообще в жизни. Нет, понимания вообще не было. У меня было, ну, несколько разных таких направлений. Вообще не было никакого понимания. Да я и не думал, что смарт-курс мне как-то поможет, потому что до этого я проходил разные программы в каких-то центрах, и они вообще были не очень, очень хорошие. А по завершению программы в смарт-курсе у тебя появилась какая-то ясность? Да, ясность появилась. Я пошел после смарт-курса на разные другие курсы, на разные занятия, я пошел углублять свои знания в направлении, которое я выбрал. И до сих пор углубляюсь, собираюсь поступать в университет, связанный с этим направлением. И вообще хочу связать свою жизнь с этой профессией, которую выбрал на смарт-курсе. У меня был запрос, так сказать, проверить саму эту программу и как бы по себе, потому что я знал, с чем я иду. То есть изначально у меня была идея связать свою жизнь с океаном, и я хотел как раз посмотреть, подходит ли мне это. Ну и много, как бы я, ну ничего, так сказать, кардинально нового о себе я не узнал, а об алгоритме как раз-таки узнал, что очень мне помогло. Я очень долго не могла определиться с тем, что мне нравится и чем я хочу заниматься. То есть полный дисбаланс и абсолютно разный, не связанный с собой вообще ничем в профессии. И мои родители узнали о этих курсах, и меня, собственно говоря, туда запихнули. Что было на самом деле правильнее, я очень благодарна за это. Может, он помог? Ага.